Разумеется, в детстве я любил играть в игры и порой бывало время, когда я с утра до вечера не выходил из-за компьютера, потому что было невероятно любопытно, что же там будет дальше. Также интересно, что я играл сам не знаю во что, ведь большинство самых значимых или обсуждаемых игр прошло мимо меня, типа то, что мы обсуждали там Skyrim или Stalker. Сам по себе я был не самым лучшим игроком, бывало по несколько дней не мог пройти какую-то миссию, а когда прошел, то натыкался на новую, которую снова не мог пройти, и тогда я психовал и удалял от злости игру, а потом думал, нахер я это сделал, опять придется диск просить у одноклассника. Ближе к 16 годам игры стали постепенно терять для меня интерес, хотя я сам этого сразу и не понял, потому что тогда я записывал летсплей по играм для своего канала, а в свободное время играл лишь в онлайн шутеры с друзьями. То есть я просто включал, записывал летсплей и закрывал игру и больше не открывал до тех пор, пока не начну играть под запись. И вот уже через пару лет я понял, что интерес к играм окончательно пропал, и все попытки вернуться были лишь желанием испытать былое удовольствие. С тех пор я заходил играть только для того, чтобы поностальгировать и обманув самого себя вспомнить, как мне было раньше хорошо сидеть и играть. И дело не только во взрослении, да, я вырос и детские интересы прошли, хотя многие геймеры, например, ой как не любят такое суждение об играх, мол, игры это развлечение для детей, ух, сразу пердак подгорает у многих. Не буду спорить, игры созданы для людей всех возрастов, но если рассуждать о детских интересах, то когда-то мне было круто, например, играть с друзьями в футбол после школы. Я давал хорошие результаты, но потом я потерял к этому интерес, так же как и к играм. Время ушло, азарт пропал, с играми так же. Хотя эта проблема глубже, чем простые возрастные изменения интересов, и порой я понимаю, что все, что ты делаешь, все то, что тебе типа нравится, ты делаешь на самом деле через силу, а не потому что настроение располагает. Нет того, что хочется сделать прямо от души, и вот порой, включая я игру, и единственное, что могу испытать, это воспоминания. Эх, а когда-то мне было так интересно сидеть и играть, с интригой ждать, а что ж там дальше в следующей главе, а сейчас пытаюсь заставить себя поиграть, и дай бог, мне хватит хотя бы на полчаса, поэтому я, собственно, этим и не занимаюсь. Не говоря уже об играх с открытым миром, где ты просто подыхаешь от скуки, ибо тебе совершенно не интересно, что находится вон за тем сраным холмом, или исследовать локацию в поисках NPC-шных персонажей, у которых нужно узнать задание. Ты просто хочешь спросить, куда мне, сука, идти? Дайте точку на карте. Это ужасно, на самом деле, когда ты имеешь все, кстати говоря, но не умеешь этому радоваться. Вот в детстве у меня не было денег, но был интерес, сейчас есть деньги, но нет интереса. А когда-то я мечтал, думаю, вот будут у меня бабки, я себе столько всего напокупаю, буду радоваться, стоя в магазине, игр, и смотря на стеллажи, куча всяких игрушек там было, и я думал, эх, вот если бы я получал хотя бы тысяч тридцать, я бы себе сразу по десять игр напокупал, вообще, все бы скупил нахер. Ну, да, сейчас наплевать вообще на это.